Члены правительства рассмотрели проект о внесении изменений в положение о Министерстве финансов, согласно которым Минфин сможет утверждать ведомственные награды сотрудникам. Как отметил представляя проект министр отрасли Владимир Делба, основной целью документа является повышение престижности работы финансистов. После недавних событий в Питсунде в стране вновь заговорили об ужесточении правил торговли и владения оружием. На сегодняшнем заседании правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, а также порядок выдачи лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия. Отныне продавать или приобретать оружие станет сложнее. Проект разбит на два приложения. Первое приложение, из которых регламентирует выдачу Министерства внутренних дел лицензий на приобретение гражданского оружия гражданину Республики Абхазия. Второе приложение регламентирует выдачу лицензий на приобретение спортивного оружия юридическому лицу, основным видом уставной деятельности которой является деятельность в сфере физической культуры и спорта. Согласно принятому решению, Министерству здравоохранения поручено составить перечень заболеваний с целью выявления категории граждан, которым можно будет приобретать эти виды оружия. Члены кабинета министров определили уполномоченный центральный орган государственного управления в области наименований географических объектов. Этой функцией будет наделено Министерство просвещения и языковой политики. На сегодняшний день существует большая проблема в правильном написании названий сел и рек на вывесках вдоль центральной трассы, отметил на заседании министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Создание ведомства даст возможность отчасти решить вопрос, считает министр. Как вы знаете, существует проблема, я уже не раз обозначал ее главом районов. Существуют ошибки в наименованиях сел, рек, по центральной нашей трассе. И этот вопрос никто не согласовывает. Автодор самостоятельно делает эти знаки, устанавливает их и, к сожалению, там есть ошибки грубейшие. Поэтому этот вопрос можно было бы согласовывать с министерством в этом плане. Никаких дополнительных финансовых затрат не потребуется. Правительство рассмотрело вопрос ликвидационного баланса новоафонского цитрусового госхоза в Сырцхо и передачи его недвижимого имущества в муниципальную собственность Гудаутского района. Однако из-за недоработки законопроект был отложен. В частности, у членов правительства возникли вопросы о судьбе цитрусовых насаждений и о том, как будут использоваться эти территории в дальнейшем. Премьер-министр Александр Анква поручил соответствующим ведомствам дополнить положение и вынести на следующее заседание. Правительство приняло решение списать здание АЗС-2 РУП «Абхазская государственная топливная компания». Речь идет о бывшей заправочной станции, которая пришла в негодность. Бесланку права считает, что восстанавливать данный объект нецелесообразно. Земельный участок будет передан администрации Гудаутского района. Бывшая заправочная станция в Гудаутском районе, значит, она фактически пришла в ветхое негодное состояние. Значит, есть соответствующее обращение в кабинет министра самой компании о том, что нецелесообразна дальнейшая эксплуатация. И, значит, мы подготовили проект о разрешении о списании. И опять-таки земельный участок передаем в администрацию Гудаутского района. На заседании были утверждены правила предоставления субсидий редакциям негосударственных периодических печатных изданий и организаций, осуществляющих теле- и радиовещание. Всем негосударственным СМИ, зарегистрированным в качестве юридических лиц, будет выплачиваться 50 тысяч рублей в месяц из госбюджета. Много вопросов вызвало деятельность Лесосечного фонда и лесовосстановительные работы на 2021 год. По мнению членов правительства, деревья вырубают больше, чем сажают. Особенно это касается Гагарского района. Проглагается утвердить по Государственному лесному фонду Республики Абхазия, Лесечный фонд на 2021 год по лесовосстановительным рубкам в общем объеме 33 041 кубометров. Из них 28 780 кубометров – это ликвидная древесина, в том числе деловая 23 340 кубометров и дровяная 5 440 кубометров. В числе претензий к фонду неуплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Было предложено отложить вопрос утверждения фонда до полной доработки. На заседании помимо основных вопросов рассматривались два дополнительных. Кабинет министра утвердил перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета. Объем финансирования составляет 100 миллионов рублей. При этом заявок больше, чем на миллиард рублей. В перечень вошли объекты, относящиеся к категории инфраструктурных. Это вопросы, связанные с водоснабжением, с энергетикой. А также ряд объектов, относящихся к государственной собственности и находящихся в управлении соответствующих министерств и ведомств. Также на заседании была затруднена тема электроэнергии. Бюджетные организации, включая министерство и подведомственные учреждения, должны выплатить Черноморэнерго около 93 миллионов рублей, которые накопились за неуплату электричества, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Если сегодня Черноморэнерго получит 90 миллионов, оно кое-что успеет закупить. Это так. То есть все скапливается из вот таких якобы незаметных мелочей, которые соседствуют, рядом с нами. Александр Анква поручил Министерству экономики подготовить документ, в котором будет указано, за какое время накопились долги и кто несет за это ответственность.